Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня будем готовить из земляники джем. Для этого я землянику промыла, как я ее мыла. Я ее оставила минут на 20 в холодной воде, для того, чтобы листики всякие, веточки отстали от ягод и сели на дно или всплыли. Затем аккуратно вынула, промыла еще пару раз в воде и вот переложила в тарелку. Теперь я буду очищать ягоды от чашелистиков и плодоножки. Ягоды я очистила и теперь слегка мы их помнем, чтобы они сок пустили. Вот я ягодки слегка потолкла. Вот такая масса у меня получилась. Джем будет немножко с кусочками, поэтому полностью мы не толчем. И ставим его на огонь. Клубнику перекладываем в кастрюлю. Включаем средний огонь, чтобы клубника не пригорела. И начинаем варить. Как закипит, уменьшаем огонь на медленный и даем ягодам провариться. Можно еще потолочь. Если кто хочет побольше с кусочками, можно оставить. Если поменьше, чтобы было кусочков, тогда лучше потолочь. Ягоду периодически мешаем, толчем и снимаем пену. Ягоды я переложила в маленькую кастрюлю, чтобы было чему кипеть. Так что вы тоже посуду выбирайте в зависимости от количества вашего варенья. Я вот первый раз неудачно в кастрюлю переложила. Ягоды уже начинают кипеть, закипать. Можно их еще подавить, можно оставить в таком виде. И варим их. Ягоды проварились примерно 7-8 минут. И мы добавляем сахар. На 500 грамм ягод 350 грамм сахара. Все хорошо перемешиваем и варим до полного растворения сахара. Джем проварился еще в течение 5 минут. Сахар полностью весь растворился. И можно его выключать. Раскладываем по заранее подготовленным стерилизованным банкам. Джем готов. Я его разложила в маленькие банки, потому что его было мало. Из 500 грамм ягод 350 грамм сахара у меня получилось 3 баночки по 0,25. Варенье больше не осталось. Разложила именно по 3 баночкам. Но я одну не стала закрывать, чтобы показать вам, какой густой получился джем. Он еще постоит и еще загустеет. В меру сладкий. Мне, например, очень понравился. Надеюсь и вам этот рецепт понравится и вы будете готовить. Он очень простой. Ничего здесь сложного нет. Готовится очень быстро. Единственное, что только надо от хвостиков очистить ягоды. А в остальном способ приготовления очень простой. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайки. Делайте репосты. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.